В среду вечером на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе в половине седьмого вечера случился серьезный пожар. В цехе номер три вспыхнула насосная станция перекачки светлых нефтепродуктов. Эти снимки дают представление о масштабах бедствия. В железнобетонном здании сгорели насосы, силовые щиты, повреждены трубопроводы. От жара высыпались стекла. Горел бензин, который огненной рекой растекался по полу технологической площадки за границами насосной. Площадь возгорания внутри помещения составила 50 квадратных метров, снаружи в пять раз больше. Тушили горючее при помощи пеногенераторов. Одних только пожарных. На объекте было задействовано четыре десятка человек. Ровно через час после начала спасательной операции под слоем опадающей пены было найдено обгоревшее тело. К сожалению, погиб один человек. В настоящий момент происходит опознание погибшего. Производство у нас не остановлено. Разлив нефтепродуктов, а также выброса вредных веществ в атмосферу нет, не допущено. Сегодня начала работу специальная комиссия, которая установит причины возникновения пожара, а также оценит нанесенный предприятию ущерб. По предварительным данным погибший 34-летний сварщик, который являлся работником этого же цеха. Возможно, ЧП случилось из-за нарушений правил безопасности проведения огневых работ. Во всяком случае, именно такая версия произошедшего фигурирует в оперативных донесениях пожарного гарнизона. Тем не менее, организация, в которой застрахована гражданская ответственность завода, как предприятие с опасным производством, подтвердили готовность выплаты миллионных сумм родственникам погибшего, если случай будет признан страховым. С места происшествия Сергей Полуэктов и Кирилл Новиков.